Взламывая пароли, воруя ценную информацию Крадя данные банковских карт, хакеры зарабатывают огромные деньги Вот только виртуальные преступления несут реальные потери и стали проблемой глобального масштаба В том числе и для городов Казахстана В городах, где цифровизация развивается бурными темпами, велик риск оказаться жертвой киберпреступников Которые только и ждут, чтобы получить доступ к личным данным человека По статистике в мире хакерская атака происходит каждые 39 секунд Для того, чтобы снизить угрозу информационной безопасности для пользователей казахстанского сегмента сети интернет В стране была создана служба реагирования на компьютерные инциденты Это некая скорая помощь только в вопросах информационной безопасности и информационных технологий Соответственно, если вы стали жертвой атакующих, скажем так, злоумышленников То вы всегда можете обратиться на нашу скорую помощь, которая работает в режиме 24 на 7 По горячим линиям 14 на 0 Мы абсолютно работаем бесплатно Жители могут обращаться к нам на безвозмездной основе Могут звонить нам по вопросам, если они стали жертвами злоумышленников В плане, как говорили, фишинговой атаки Если они получили ущерб финансовый в виде мошенничества в сети, в сегменте интернет Мы совместно с уполномоченными органами можем помочь в данном вопросе Либо если они остались взломанными, их личные аккаунты Либо распространение их персональных данных По данным вопросам они могут обратиться всегда к нам Название службы говорит само за себя Ее главная задача – реагировать на обращение жертв киберпреступлений Центр занимается сбором и анализом информации по компьютерным инцидентам Оказывает консультативную и техническую поддержку пользователям В предотвращении угроз компьютерной безопасности Мы можем провести верхний уровень анализ И передать все данные в уполномоченный орган Опять-таки, если это вопрос мошенничества То мы можем передать данные в Министерство внутренних дел Где уже совместно мы можем проработать данный вопрос Предоставить анализ, как все это получилось, откуда И дать рекомендации дальнейшие, чтобы этого не произошло Соответственно, вы сами понимаете работу и скорую помощь Они максимально пытаются оказать первую помощь И довести до определенного пункта больницы, скажем То же самое у нас Наше дело – оказать первую помощь, дать рекомендации, консультацию Всякий раз, пользуясь интернетом и его безграничными возможностями Важно помнить о том, что виртуальное пространство – это среда, где следует быть бдительным и аккуратным По словам специалистов Казахстанской службы реагирования на компьютерные инциденты Для того, чтобы не стать жертвой фишинга, нужно соблюдать пару важных правил Первым делом необходимо обращать внимание на письма, которые вам поступают Будь это на электронной почте, будь это от вашего друга даже Всегда необходимо проверять адресат Это первым делом Во-вторых, все мы сидим в браузерах своих И часто выходят всплывающие рекламы и так далее Получи свой миллион, веди свои данные Это на самом деле банальный вид фишинга Но, к сожалению, люди верят этому Они верят, вводят свои данные И, конечно же, им необходимо произвести закрепительный платеж Для того, чтобы пройти аутентификацию Но все мы знаем, что после этого они деньги, свои вознаграждения не получают А вот только они получают ущерб в виде того, что их персональные данные В лице их данных карточных уходят злоумышленникам Откуда уже им будет несложно это снять дистанционно и использовать эти средства Фишингу подвержены не только обычные пользователи Но также и бизнес И в том, и в другом случае фишинг преследует всего одну единственную цель Выудить конфиденциальные данные для кражи денежных средств Поэтому здесь главная задача – это смотреть именно на адрес сайта, на адрес ресурсов Смотреть какие-то особенности Потому что на фишинге ресурсах обычно неполный функционал работает Может быть, надписи, если ошибки сделаны Что касается социальной жюри, это уже атака направлена на человека Используем именно его личности, так скажем Допустим, человек работает с бухгалтером какой-то компании И может прийти письмо якобы от налогового комитета С надписью «У нас акты сверки за первый квартал, пожалуйста, скачайте во вложении» А вложение уже будет в виду нос В прошлом году в столице за кражу денег из банковских карт посетителей Был осужден официант, который тайно записывал себе данные банковских карт Полученных от клиентов для оплаты счетов В международной практике есть люди, которые работают в сверхуслугах Те же самые, скажем, официанты Они могут просто сфотографировать вашу карточку Когда вы оплатили счет, ну и дальше опять-таки использовать ее Скупой платят дважды Об этом стоит помнить пользователям Которые в целях экономии предпочитают пользоваться пиратскими версиями компьютерных программ Люди думают, что они скачали пиратскую версию Microsoft Word И счастливые сидят Но они даже не могут понять, что уже в их компьютере сидит шпион Шпион в лице программы, который... Все данные, которые вводят в браузер и так далее Синхронно поступают к злоумышленнику Это называется именно метод атаки с помощью ВПО Сегодня каждый пострадавший от интернет-мошенничества Может рассчитывать на помощь службы реагирования Которая владеет полной информацией в сфере кибератак Благодаря взаимодействию с такими же службами во всем мире Необходимо моментально говорить о том, что с вами произошло Описать ситуацию Для этого мы создали специальные платформы Если есть люди, которые не любят разговаривать, не любят говорить о своих проблемах Они могут написать Как бы мы открыты для населения Мы не говорим, что мы закрыты, как какой-то центр Соответственно, людям необходимо моментально принимать решение Насколько быстро вы среагировали Настолько быстрее вы себя обезопасите Главное отличие киберпреступления от реальных в том Что в первом случае, в отличие от второго Вместо реального оружия используется искусственный интеллект Тема информационной безопасности актуальна как никогда В условиях цифровизации Когда мы платим за все через интернет Мы смотрим и делаем покупки через это, мы знакомимся через интернет И все это очень большое раздолье для преступников В последнее время становится популярным так называемый вишинг Когда мошенники сами звонят жертвам, убеждая их, что они общаются с представителями банка Таким образом вишеры получают у людей их учетные данные Поэтому сегодня перед киберпреступностью уязвим каждый, подчеркивает специалист Сейчас люди ставят кучу приложений на телефон Взять тот же самый GetContact Люди, просто поддавшись соблазну узнать, как он кого-то подписан Массово ставили себе это приложение Но никто не задумывался о том, что это приложение сливает всю информацию, которая у вас есть То же самое соцсети, они знают о вас слишком много Они знают слишком много, чем вы им разрешаете Сейчас, например, чтобы собрать какое-то досье на человека Достаточно зайти в соцсети и собрать всю информацию С кем дружат, с кем общаются, что посещают Это очень большая база знаний О том, как вся информация может стать козырем для киберпреступников Батаржан Тютеев рассказывает на конкретном примере По его словам, специальных технических навыков для этого не надо Все, что нужно знать, это работа с соцсетями и умение пользоваться поисковиком Учитывая, что наша компания имитирует действия хакера, к примеру У нас был такой случай Нам нужно было зайти в здание Мы собрали информацию о тех, кто работает в этой компании Нашли бухгалтершу Собрали полностью на нее информацию Подошли к рецепшену Сказали, мы такой-то, такой-то Сказали, всю информацию, которую мы знали на нее И нас пропустили Мы попали таким образом в офис, куда доступ нам быть не должен А дальше, использовав также социальную инженерию Мы просто подошли и сказали Здравствуйте, мы ваш новый системный администратор Нам нужно получить доступ к вашему компьютеру На что девушка молодая сказала Окей, тогда я подучаю и попью Она ушла, а мы все заедли в компьютер Вставили флешку с предназначенным программным обеспечением И таким образом получили доступ в их локальную сеть Один из способов себя уберечь от хакерских взломов Серьезно относиться к паролям От всех своих приложений, почты и сервисов К примеру, вы завели себе почту И зарегистрировались на каком-то там сайте знакомым Давно-давно-давно-давно Но у вас использовался один и тот же пароль Хакеры когда-то там, когда-то взломают этот сайт Они не взломают вашу почту, потому что это нереально Они взломают сайт, на котором вы регистрировались И достают оттуда базу паролей При этом они, используя этот пароль, начинают проявлять везде В социальных сетях, к вашей почте К каким-то там услугам дополнительным И в большинстве случаев пароль один и тот же везде Потому что людям просто проще запоминать такие пароли На самом деле пароль надо использовать везде разные И стараться их запоминать Иначе ваша информация может течь В том числе и финансовая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова